Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Агрессия, грубость – неприятная, но неизбежная часть нашей жизни. Столкнуться с грубияном можно в автобусе, в магазине, на улице. Даже на работе коллеги не всегда ведут себя воспитанно. Как бороться с проявлением хамства, не опускаясь до уровня оппонента? Главное – уметь сохранять спокойствие и не допускать ответного хамства. Достаточно отвечать обидчику ровным тоном. Они трусливы и не привыкли к откровенности и спокойству его ответ на свое поведение. Можно использовать метод психологического айкидо. В диалоге спокойным голосом переводите в утверждение из речения оппонента. Например, в маршрутке. Куда лезешь? Ты не видишь, я выхожу? Думаешь, тебе одному надо? Да, действительно, я не вижу, что вы выходите и думаю, что надо мне одному. Диалог в такой форме приводит к полному абсурду и прекращается сам собой. Важно помнить, что молчание приведет к длительному внутреннему монологу после того, как обидчик покинет поле зрения. Поэтому лучше не сдерживать себя, но и не опускаться до ответных оскорблений. Используйте такие фразы. Это вы сейчас матом сказали? Вопрос останавливает хама. А спорить очевидное он не может, а ответом да признает, что ведет себя недопустимо. А что означает это слово? Я его не понимаю, объясните. Заставьте человека перейти от грубости к нормальному диалогу. Так вы хотите меня оскорбить? В таком ключе разговора не будет. Поговорим, когда вы успокоитесь. Уместно после этой фразы покинуть помещение, где находится обидчик. Так вы лишите его возможности продолжить хамское поведение в ваш адрес. Эти слова сейчас раскрыли вашу сущность. Я был о вас лучшего мнения. Мне нужно осознать новую информацию. Поговорим позже. На этом заканчивайте диалог. Дальше можно продолжать заниматься своими делами или покинуть место конфликта. Вы хотите выпустить пар? Бывает. Констатация факта бессмысленности оскорбительного диалога охладит хама. Подобными фразами вы можете остановить поток оскорблений, оставаясь при этом воспитанным человеком. Тем самым сохраните нервные клетки, и возможно обидчик подумает, прежде чем поступить так снова. А как ты разговариваешь с хамами? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru